ЦБ сделал ход. Чем теперь ответит рынок? Первая реакция негативная, хотя ведь ставка 18 не стала неожиданностью. Но индекс Мосбиржи снова ниже 3000, а главный аутсайдер компании с большим долгом. АФК-система почти минус 8%, Мейчел минус 6%, Сегежа минус 5%. И это еще не дно, считают эксперты, опрошенные коммерсантом. По их мнению, на рынке будут доминировать медвежьи настроения в течение ближайших торговых дней. Ну что, идем на 2500? Зато рубль на решение ЦБ почти не отреагировал. Юань закрылся на уровне 11 рублей 85 копеек. Официальный курс доллара от ЦБ на сегодня 85.56, евро 93.30. Ну и, кстати, сегодня пик налоговых выплат. Ждем укрепления рубля. А чего ждете вы? Пишите комментарии, вопросы. Нам интересно ваше ценное мнение. Чат-бот в нашем телеграм-канале «Сам-то инвестор». Всех приветствую, это «Рынки утра». Меня зовут Алифтина Пинкальская. И вместе с Алексеем Тоболиным будем обсуждать ключевые события с сегодняшнего дня для инвестора. Леша, привет. Ну что, как я сказала, ждем дальнейшего снижения индекса Мосбиржи. Или, возможно, у тебя с утра есть такие новости, которые приободрят инвесторов и подкрепят дух покупателей. Есть такие? Во-первых, привет, Аль. Наконец-то мы встретились. Новостей особо положительных мало. Пока только негатив. Особенно по платежам есть. Во-первых, по сообщению коммерсанта, 80% платежей в юанях возвращаются в Россию. Они также указывают, что, в принципе, до 40 дней может находиться на проверке платежей в Китае. А потом они не факт, что пройдут. Их могут вообще даже вернуть. Эксперты говорят, что это может привести к росту затрат и оборотного капитала компании. Ну и, как следствие, может оказать влияние на стоимость услуг. Ну и от этого инфляция. И товаров. Ну да, да. И от этого, само собой, уже инфляция может подскочить. Да, вот это влияние инфляции. Мы же всего делаем вывод, что для инвесторов важного. Конечно, инфляция, как ты правильно отметил, потенциальное дорожание импортных товаров влияет на общие цены. Но также бы я отметила, что проблемы с платежами за поставки в Россию могут влиять и на курс рубля. Причем положительно, на его укрепление. Об этом отмечали даже не мы с тобой, а ЦБ в мае. Говорили эксперты об этом. У нас объем российского импорта за первое полугодие сократился на 9%. Если дальше будет сокращение импорта, соответственно, меньше спрос на валюту, крепче рубль. Вот не знаю, насколько это будет положительно, смотря для кого как. Да, особенно для нашей экспортно-ориентированной экономики, которая даже у нас по сообщениям с Китаем растет товарооборот. И он должен чуть ли не на треть увеличиться к 30-му году. Это вообще существенная информация. Ну и само собой в центре внимания на наши платежи. Если говорить о том, что также существенно для нашей экономики, это нефть. А именно, есть новости от Лукоэлла и немного НПЗ. А именно, что Минфин не хочет поддерживать крупную модернизацию НПЗ. И якобы Лукоэлл пришел с предложением к Минфину о том, что давайте вы дадите нам льготы и надбавки к обратному акцизу, но инвестиции, которые они осуществляют в НПЗ. То есть даже не прямое субсидирование попросили, а налоговые льготы? Нет, нет, там скорее увеличение инвестиционной надбавки к обратному акцизу. Вот. Однако, пока это, видимо, не будет принято, и скорее даже отвергнуто Минфином, потому что Минфин понимает, что это будет увеличение налоговой нагрузки, бюджетной нагрузки. От этого непонятно, откуда доходы брать, чтобы компенсировать эти затраты. Как считаешь, какое-то влияние на бумаги Лукоэлла окажет эта новость? Да, потому что компания, в принципе, заявляла, что она хочет обновить Волгоградский НПЗ. Она планировала где-то от 80 до 90 миллиардов туда инвестиций, и сейчас под вопросом, будет она делать или нет. Это НПЗ, который они постоянно ремонтируют, у него вообще существенная роль в нашей переработке. И опять же, здесь возвращаясь к инфляции, все-таки этот НПЗ существенную долю нефтепродуктов производит в стране. И если, например, его не будут модернизировать, то непонятно, как это увеличит или, наоборот, может, потом уменьшит выпуск в этой НПЗ. И занятно, что при этом по предложению Новака, по старым инвестиционным проектам продолжается выплата и поддержка по обратному акцизу. А Лукоэлла или в целом? Нет, по обратному акцизу. Например, туда попадают некоторые проекты Роснефти и других компаний. Ну да, мне кажется, вот эта новость важна, как вот я уже спросила, и влияние на котировки Лукоэлла. Кстати, отмечу, что у нас по итогам торгов в пятницу Лукоэлл выглядел лучше рынка. У нас индекс Мосбиржи минус полтора, Лукоэлл там минус одна десятая. Я бы, кстати, связала с тем, что как раз-таки в пятницу компания опубликовала новость о том, что она первая открывает подразделения в Китае, в Шанхае. Как тебе кажется, связан с этим позитив? Может быть? Мне кажется, здесь скорее момент связан с первой нашей новостью, потому что, опять же, все говорим о платежах. У нас и банки туда стремятся, и тут, я думаю, Лукоэлл больше вопрос налаживания не столько поставок, может платежей каких-то, может импорт продукции какой-то. Ну да, но с Райнефтом у нас Лукоэлл не очень большой объем поставок в Китай, но тем не менее есть. Ну и да, вот ты тоже начал заговорить про цену на топливо, на нефтепродукты. У нас, видели мы в июле, почти на годовые пики выходили. Сейчас немножко у нас биржевые цены на бензин откатились вниз. И напомню, что с 1 августа, то есть уже с этой недели у нас, вроде как это подтвердили власти, будет ограничение на поставки бензина на экспорт, что потенциально должно как-то положительно повлиять на биржевые цены, в смысле, что их... Да, при этом напомню, что некоторые лоббисты, скажем, от нефтяной отрасли хотят продлить разрешение на экспорт, точнее, отмену этого запрета. Вот, ну посмотрим, как будут развиваться события. Если говорить про, опять же, инфляцию, вокруг которой мы говорим... Главная тема, мне кажется, прошлой недели и этой недели. Да, у нас есть некоторые мнения экспертов, которые указывают, что вот эта жестокая риторика ЦБ и высокая ставка не помогают в борьбе с инфляцией. Они указывают, что текущие моменты, основные, которые влияют на инфляцию, на них ставка не работает. А в некоторых случаях даже компании перекладывают эту высокую ставку. Ну, какие моменты? Ну, здесь основное – это государственная поддержка и субсидии, и затраты вообще расхода на ВПК, и не только. Они поддерживают, само собой, металлообработку и некоторые там нефтедобывающие, нефтеобработку. Поэтому пока ключевая ставка не сильно влияет на эти факторы, некоторые другие, и они указывают, что, возможно, стоит обратить внимание на другие инструменты. Также, например, экономист из Блумберга указывает, что одна из важнейших причин, почему инфляция такая высокая, это существенный перегрев экономики на уровне 2-3% от ВВП. На это также ссылаются эксперты из Альфы, Т-Инвестиция и Акры. Все они в сумме говорят, что, возможно, высокая ставка или даже будущее повышение окажет влияние на экономическую активность, но пока слишком рано об этом говорить. Ну, какие-то, да, грустные прогнозы. Получается, поднимаем ставку, влияем на деловую активность, а по мнению отдельных экспертов, что не влияет на инфляцию, сам ЦБ, конечно же, поднимая ставку, считает, что это как-то уладит ситуацию. Но подробнее про ставку, влияние на экономику, оно даже больше на компании. Мы обсудим с нашим гостем. К нам присоединяется Владимир Свердяков, генеральный директор управляющей компании ПСБ. Владимир, приветствую вас, как слышите? Алектина, доброе утро, отлично слышно. Алексей, доброе утро. Да, Владимир, первый вопрос. Ключевая ставка – фондовый рынок. Мне кажется, что 18% повышения никаким сюрпризом для рынка не стало, учитывая, что это все было в консенсусе. Тем не менее, довольно негативной реакцией была индекса Мосбиржи. Там минус 1,5% по некоторым компаниям, озвученным нами, там минус 7%. Получается, не был готов рынок к повышению? Заранее не заложили? Что случилось? Будет ли дальше новые отрицательные минимальные уровни 2,500? Вы знаете, наверное, рынок, конечно, был готов. Я думаю, что подавляющее большинство аналитиков спрогнозировали как раз-таки повышение ключевой ставки до 18%. Поэтому я думаю, что это не было неожиданностью. Думаю, такая моментная реакция. Я думаю, что будет еще небольшое снижение, потом пойдет коррекция. Поэтому я думаю, что рынок заложился и был готов к этому. Небольшое снижение – это до скольки? Знаете, у всех разное понимание, что такое небольшое снижение. Ну, я думаю, что где-то 2,800-2,850. Я думаю, что ниже не пойдет уже. Хорошо. На ваш взгляд, влияние ставки на прибыль компании, что интересного тут можно будет увидеть в отчетностях? Виден ли уже сейчас негатив или позже будет виден? Негатив пока сейчас не виден. Сейчас пока смотрим реакцию. Идет еще пока рынка. Я думаю, что, как говорится, что все ждали, но произошло это неожиданно относительно. Но рынок, я думаю, что правильным ключом это отреагирует. Здесь, конечно, повлияет на существенный рынок акций. То есть те компании, у которых высокая долговая нагрузка, соответственно, им будет тяжелее. Ну и вопрос для фондового рынка глобально, для инвесторов в будущем. Потому что все-таки фонду акций придется соперничать здесь, наверное, с таким инструментом, как флоутеры. Я думаю, что очевидно, все, кто вошли в флоутеры, я думаю, что сейчас являются основными бенефициарами этой истории. Поэтому, да, рынок акций, несмотря на зависимости от имитента, конечно. И если имитент не дает, примерно, доходность от 24% до 25% годовых сейчас, то я думаю, что многие инвесторы считают, что, наверное, не стоит рисковать и заходить в акции. Слушайте, Владимир, если не дает, а есть такие, кто дает из-за имитентов такой доходности? Ну, я думаю, что потенциально могут давать. Кто? В краткосрочной перспективе. Я думаю, из крупных таких, прям вкратце так, я думаю, что потенциально это Сбер, потенциально это, может быть, тот же Яндекс, который давал 50% доходность, да, он упадет где-то до, там, скорректироваться на открытие на 10%, там, примерно 10% пунктов, то упадет где-то примерно до 35% по году, но все равно очень хорошая доходность будет. Ну, посмотрим. И, конечно же, в зависимости от объема долговой нагрузки, соответственно, у компаний. Но бороться с денежным рынком и флоутерами на текущий момент будет очень сложно. Владимир, такой вопрос у нас зрители. Напоминаю, что зрители могут перейти по QR-коду в наш телеграм-канал и задать вопросы нам или гостю. И также подключайтесь и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Сам ты инвестор», чтобы не пропускать наши новости и записи. Вопрос такой, что из народного портфеля сейчас наиболее интересно или, наоборот, опасно для инвестора. Да, я сразу напомню, предвосхищает ответ Владимира, что у нас в народном портфеле по итогам июня. Самые свежие данные от Мосбиржи. Обыкновенные привилегированные акции Сбербанка. Первое место. Это «Лукойл», «Газпром», «Яндекс», «Сургут», «Роснефть», «Нурникель», «Т-Банк» и «Озон». В общем, весь перечислила. Какое влияние, Владимир? Я думаю, что... Да, спасибо большое за вопрос. Хороший вопрос. На текущий момент народный портфель, наверное, представляет такой срез, такую основу нашей экономики. Поэтому я думаю, что такими двумя индикаторами... Потому что народный портфель, с одной стороны, выдержит ту ставку, которая сейчас происходит, это те макропрогнозы, которые сейчас дают. Соответственно, первое, это у нас повышение прогноза по росту ВВП в стране. То, что в среднесрочной перспективе макропрогнозы Банк России поднял с 2,5%, в следующий раз, по-моему, порядка 4% прогноз по росту ВВП. Соответственно, я думаю, что это положительный индикатор, который отразится на данных компаниях. И второй момент, конечно, это очень ключевой индикатор в нашей экономике. Это, конечно, темпы роста денежной массы в нашей стране по показательнике М2. Так, если привести статистику, к примеру, за последние 10 лет ежегодный темпы роста денежной массы в нашей стране составляли примерно около 12%. То за последние 3 года темпы роста денежной массы составили, даже не составили, скорее бы даже сказал, превысили порядка 45-40%. О чем это говорит? С одной стороны, денежная масса растет, с другой стороны, количество акций в нашей стране не увеличивается. То есть, несмотря на процесс IPO и SPO, у нас, да, рост количества акций происходит, но не такими темпами, как растет денежная масса. Соответственно, это может связаться от того, что в данном случае денежная масса – это очень хороший попутный ветер дальнейшего роста рынка акций. А рынок акций, в свою очередь, очень хороший, такой безопасный механизм в долгосрочной перспективе. Это, конечно, за счетом. Вы сказали, что рынок акций – это хороший, безопасный механизм вложения денег? В долгосрочной перспективе, не в краткосрочном моменте. Мне кажется, даже в ЦБ вы с вами поспорили, который постоянно подчеркивает инвесторам, что акции – это у нас рискованный актив. Хорошо, Владимир, просто хотел уточнить, да, более конкретно. У нас зрители любят конкретику, я в них это поддерживаю. Я вам, по крайней мере, причислил народный портфель по итогам июня. Вот с учетом высокой ставки и жесткой риторики ЦБ, вот что из этого народного портфеля вы бы исключили? Сказали, нет, вот в условиях высокой ставки, вот, например, банки держать не стоит, ну, кроме СБРа, понятно. Или вот вам кажется, что народный портфель прекрасно у нас сейчас сбалансирован? Портфель сбалансирован довольно-таки. Я бы здесь, наверное, только обратил внимание на бумагу, только как Нордикель. Но здесь, скорее, это было бы больше связано, наверное, не с повышением ключевой ставки. Это, наверное, связано с отраслевыми инфраструктурными, наверное, рисками, вызовами компании. Потому что цена на цветные металлы сейчас, ну, Нордикель, то есть цена акции Нордикеля зависит от цены на цветной металл. Понятно, на цветные металлы. И сейчас, на текущий момент, они напоятся на таком циклических низах, я бы так сказал бы. Поэтому я бы, скорее, здесь исключил бы эту бумагу не потому, что бумага от ключевой ставки зависит, а все-таки от того, что больше инфраструктурные риски отраслевые. Хорошо, Нордикель вычеркиваем, а что включаем вместо? Ну, я бы магнит включил бы. Я бы магнит вернул, магнит был раньше. Да, верю в магнит, ритейловый. Да, есть вопросы по поводу дивидендов и так далее. Но я думаю, что сейчас там достаточно справедливая цена по магниту. Я думаю, что было бы интересно. Леш, я вижу, что ты не согласен с магнитом. Не, я вижу просто вопрос, я хочу его процитировать, с вашего позволения. Марк пишет, что выбрать, депозит или акция Газпрома? Это цитата. Хороший вопрос. Я бы сейчас на краткосрочном периоде дают депозиты, ставку хорошую. Скажу честно, я бы возвращал депозит. Ну, а в долгосрочную, раз мы так. В долгосрочную Газпрома, да. В долгосрочную Газпрома, верю в рынок акций. Опять же, если мы говорим про рынок акций, то, что и Банк России говорит, это довольно-таки агрессивный инструмент, но при этом еще добавляет, ну и в принципе это очевидно, что рынок акций это все-таки про долгосрок. То есть нужно быть готовым к тому, что будут периодические просадки и так далее. Тем более, когда мы говорим про такой портфель, как народный портфель, здесь, по сути, представлена наша экономика, разные средства нашей экономики. Поэтому я бы заходил в долгий срок, конечно, в акции. Хорошо, по-другому задам вопрос. Сбербанк или Газпром? Вы отмечали Сбербанк, сейчас Газпром. Хорошо, Владимир, а то, что я расширю. Как вам кажется, сейчас какая самая выгодная инвестиция на горизонте 12 месяцев? Не знаю, вот считаете ли вы сейчас, мне кажется, сроки немножко долгосрочности, среднесрочности сместились. Я бы сказал, что это средний срок. Что бы вы выбрали? Акции, флоутеры, депозиты, фонды денежного рынка? Я бы остановился на флоутерах. Мы в компании делаем как раз-таки упорный, акцент делаем на инвестирование во флоутеры. Верим в эту историю, соответственно, мы в нее давно зашли, выбрали данную стратегию. Она относительно имела консервативный характер, но, тем не менее, сейчас показывается, что выбранная стратегия направлена. Поэтому на горизонте 12 месяцев, особенно с тем, что периодически сейчас идет обсуждение о том, что повышение ключевой ставки не было финальным. Возможно, повышение еще до 20%. Соответственно, на этом фоне я бы зашел в флоутеры, конечно. Владимир, да, и последний вопрос. Уже про аутсайдеров. Выбрали компанию, которая вам больше всего нравится. А что, на ваш взгляд, делать сейчас с держателем бумаг? Той же самой Сегежи, АФК-системы, Мечила, то есть компании с высокой кредитной нагрузкой, учитывая, опять-таки, ту же самую жесткую риторику. Стоит избавляться, держать в расчете, не знаю, там, на смягчение. Как ваша рекомендация? Очень много, конечно, зависит от самого инвестора здесь, в первую очередь. Если мы смотрим, например, ну, я сужу, естественно, по нашей компании, соответственно, по выборной стратегии. Соответственно, здесь, в первую очередь, смотрим по портфелям клиентов. Соответственно, если там риск оппетит позволяет и в какой-то среднесрочной перспективе дождаться от того, чтобы ставка будет падать, долговая нагрузка с компанией будет справляться, то да. Но при этом такие бумаги, как Сегежи, мы потихоньку с этой позицией в прошлом году уже начали выходить. А ставка когда будет падать? Когда вы ждете, Владимир? Ну, я ожидаю, что это будет не раньше первого квартала 2025 года. Не раньше. Спасибо большое, Владимир, за такое подробное, мне кажется, мы спросили все, что можно, все возможные аспекты. С нами на связи был Владимир Стародяков, генеральный директор управляющей компании PSB. Обсуждали мы влияние высокой повышения ключевой ставки, жесткой риторики ЦБ на народный портфель, в том числе по итогам июня. Ну, Леш, у нас на этой неделе не только обсуждаем то, что наш ЦБ решил. Ну и мировые рынки. Ну и мировые, да. Такая у нас неделя мировых центробанков. В среду решение Федрезерва, Банка Японии, в четверг Банк Англии. Что вообще у нас интересного в мире? Давай напомню, что у нас, например, индекс Хансенк открывается плюс 2%, без существенных новостей, а индекс индийский нефти 50% открывается в плюс полпроцента. Из интересных новостей, например, в Индии происходит консолидация рынка цемента. Многие аналитики отмечают, что это важное событие, потому что индийский рынок и вся экономика в центре внимания. И так как она планируется к росту и на нее делают многие ставки, то именно рынок цемента может быть бенефициаром будущих строек и вообще развития всей экономики Индии. Также на этом рынке, в принципе, два основных игрока, которые скупают уже чуть ли не 6 компаний, с начала года они скупили, а еще до конца года могут 7 сделок провести. Это компания Adani и Ultratech. Ultratech уже является лидером рынка, а вот Adani такой андердок, который пытается отобрать себе это первенство. Из Китая основное то, что банки и фонды государственные пытаются подстроиться под государственную риторику, а именно то, что финсектор надо немножко обезжирить в пользу реальной экономики. И, например, фонды и банки государственные Китая начинают снижать либо зарплаты, либо выплаты, либо премии для своих работников. Ну, видимо, хотят перевести их там в снижение издержек. Да, интересно, кстати, тоже, вот как ты считаешь, у нас, получается, будет заседание Федрезерва. Кажется, уже сейчас в условиях нашего немножко изолированного рынка, что это далеко от нас, но мне кажется, тоже, конечно, следить будем, поскольку влияет в том числе и на золото у нас решение Федрезерва. Ну и плюс напомню, что у нас на этой неделе конкретно на сегодня приходится пик налоговых выплат, соответственно, будем следить за рублем. Ну и тем более, что близится у нас август. Август традиционно то время, когда для рубля слишком много новостей. Также на этой неделе подробно обсудим, можно сказать, уже даже заголовок, так и вижу, август, рубль, что будет. Также, мне кажется, на этой неделе, за что за Яндексом будем во вторник следить. Однозначно. Сейчас он хедлайнер почти всех новостей. Спасибо большое всем. Вернемся буквально к вам через час. Будем смотреть, наблюдать за тем, как откроется рынок, обсуждать с гостем. Не переключайтесь. Спасибо.